Помер КВНщик Масляков. Углы рта повыше, чтобы российский юмор стал бы еще оптимистичнее и патриотичнее. Этот гуэмплен Масляков был стратегической фигурой. Это не просто что-то. Через него, через главного КВНщика, через главного по юмору, через него дозировалась такая страшная вещь, как смех. Опасность смеха огромна. Особенно она опасна для диктатур. Народец должен смеяться лишь над тем, над чем положено. И никогда не смеяться над тем, над чем смеяться не положено. И вот эти дебилоидные КВН отлично рулили смеховыми процессами, задавая нужные тренды. Однако вот Масляков гуэмплен склеил ласты. Ему потребуется замена. Нужен некто столь же трусливый, продажный и подлый, как Масляков. Вполне возможно, что КВН поручат Мизулины. Посмотрите у меня в телеграм-канале крайне любопытное, я бы сказал, тоже эпохальное видео по этому поводу. Что там Бузова в костюме поган, предлагает почтить память человека, который подарил нам юмор. И зал послушно и тупо встает. Но, как выяснилось, у людей действительно очень короткая память. Дело в том, что абсолютно не Масляков был основателем КВН. Первым ведущим, первым автором КВН был Альберт Акселерот. Он был весьма и весьма популярен. И первые КВНщики называли КВН наша Акселеротина. Но тогда начальство пуганулось того, что ведущие евреи, авторы евреи и среди участников вообще много евреев и потребовали найти какого-нибудь русского мальчика, а Акселерота задвинуть подальше. Ну и нашли этого Маслякова, который зарегистрировал КВН как торговую марку в обход реальных авторов на себя, чтобы они не получили бы ни единые копейки. Потому что вот полтора года русская пропаганда заламывала руки и голосила, оплакивая русскую демографию. Министры, депутатки, эстрадники, генералы звали россиянок рожать. Они требовали проведения специальной демографической операции, пугали всех адским расплодом мигрантов, которые постепенно подминают под себя Российскую Федерацию, лишая страну так называемой нацидентичности. Дам и барышень завлекали бешеными гонорарами вот за простую реализацию потенциалов в Ульве и Матке. Рожальчество превратилось в абсолютный бзик, в такую вот идею-фикс. И вот эта мощная идеологическая кампания с наступлением по всем фронтам на мозги россиянок обошлась, как стало известно, примерно в 4 триллиона рублей. Это работа пропаганды. Но в результате всех этих усилий рождаемость в России упала до исторического минимума. Это сообщает Росстат. Рождаемость в России упала до исторического минимума. И сообщает о том, что в первом полугодии 1924 года как раз это то самое время на свет появилось гораздо меньше детей, чем в аналогичный период 1923 года. И причем, что любопытно, я посмотрел, вот это падение рождаемости, оно не сконцентрировано в снобических столицах, а оно равномерно размазано, это падение по всей территории. Это значит, что, конечно же, даже самые тупенькие уши в глубинках догадались о том, зачем России вдруг понадобились дети. Конечно, это говорит об абсолютном недоверии к власти, как минимум о полнейшем скептицизме населения к любым призывам телевизора. Дамы России проголосовали маткой. И тут, как вы сами понимаете, стандартные кремлевские штучки с рисовкой результатов выборов, вот то, что называется, не прокатили. Ну, во-первых, состоялись дебаты Трампа с Харрис. Ну, выглядело это так, как будто бы матерая пантера делит добычу со старым полысевшим, но еще очень крепким и злым грифом. А добыча солидная. Американский трон, несмотря на все свои ограничения, парламентские, сенатские, все же предоставляет человеку исключительные возможности, равных которых нет в мире. И как цирк, как цирк все это было недурно. Но самого главного ясности по тем вопросам, которые не были заданы и не могли, разумеется, быть заданы, и не могли обсуждаться вслух, вот ясности по главным вопросам не возникло. Конечно, эти главные вопросы не могут обсуждаться в легальном, в публичном поле. Тем не менее, именно они и беспокоят всех и являются определяющими. Все ждали, ну, хотя бы каких-то намеков. Потому что ведь настал тот интересный момент, когда человечество реально нуждается в спасении. И когда угрозы этому человечеству реальнее, чем во всех фантастических фильмах Голливуда об инопланетянах. Ну, помимо этих глобальных проблем, есть всякие проблемы помельче, потому что все мы живем в тяжелую эпоху, требующую решения. Американский избиратель тоже понимает, что сидеть голой задницей на свежеизбранном еже придется в первую очередь именно ему. Конечно, все посидят на этой планете, и зад может закровавиться, побагроветь и обуглиться. Но и американцы тоже. Иголки вонзятся в ягодицы достаточно глубоко. А вот то, сколько несчастий может принести небрежно, необдуманно выбранный президент, спасибо Путину. Вот это уже понятно. И впервые американские выборы, это уже не шоу, а это пытка для избирателя, и серьезнейший для него квест. О том, насколько опасной вообще в принципе является фигура президента, напомнили 20 лет диктатуры в России и война. Понятно, что эпоха, в которой мы живем, она и не предполагает ни для кого особого комфорта. И сейчас, после вчерашних дебатов на основании вчерашнего, все гадают все-таки, кто из ежей будет больней для обывательского зада. Самое слабое место Трампа – это его известность. В нем нет интриги. В нем нет тайны, он выучен наизусть. И вдобавок ко всему оцениваются впервые, так пристально, так внимательно, так болезненно оцениваются потенциалы американского президента в деле спасения мира. В том самом главном вопросе, который и не мог быть публично озвучен. Понятно, что оставлять Путина в живых и на свободе нельзя. Но как это сделать, не раздув при этом всемирный пожар? Этот вопрос интересует всех. И никому не понятно, есть ли у кандидатов ответ на этот самый главный и никем пока не озвученный вопрос. Да, все понимают, несмотря на любую усталость от войны, несмотря на все козни, интриги, сложности бюрократии и дипломатия, что Россия превратилась в реальную мировую угрозу, фактор расшатывания, и что пока еще двигателем всей этой беды является всего один человек, лично Путин. Только он один. И, кстати, именно поэтому кремлевский упырь с такой тревогой и таким вниманием глядит в американские выборы, потому что на них решится и его судьба. Но и он тоже, и он тоже не понимает, а кто опаснее для него? Пантера или гриф оторвёт ему голову или проклюёт череп? Путин не в меньшем замешательстве, чем все остальные. Он не знает, кто для него опаснее, Трамп или Харрис. Ну вот, понятно, что в эпоху первого кошмара 90-х вот эти вот американские гуманитарные ножки назывались ножками Буша. И теперь, вероятно, это будут либо ножки Трампа, либо, извините, ножки Харрис. Но то, что произошло между Камалой, Харрисом и Трампом, всё равно никак нельзя назвать дебатами. И возможность спора, и фактура спора, то есть непосредственно дебаты, интеллектуальное фехтование, начисто отсутствовали, и дебатов, как таковых, не было. Это скорее был такой конкурс политической красоты и обмен декларацией. В ходе этого мероприятия Харрис соврала один раз, а Трамп 33 раза. Это данные, которые приводит СНН. Ну, к счастью, мы видим, что не обнажались какие-то глубинные мировоззренческие бездны, и кандидаты не пытались демонстрировать богатство своего внутреннего мира. Это было бы, наверное, невыносимо. Харрис выглядела обаятельнее, но при этом загадочнее. Видно было лишь то, что сейчас эта дама демонстрирует переход из стадии политической куколки в бабочку, и что размах крыльев у этой бронированной бабочки впечатляющий. Но каков будет цвет крыльев, и отлив никому пока непонятно. А Трамп, да, он продемонстрировал все, что, собственно, от него и ждали, за что его любят, за что его ненавидят. То есть, охарство, повадки обиженной гориллы, манию личия и так далее. То есть, кандидат Трамп по-прежнему обладает всеми качествами, которых, ну, наверное, никому не хотелось бы увидеть в Белом доме, а кому-то именно они там и нужны. Сладострастие, легко представить себе сладострастие, с которым Трамп всунет себя за стол в овальном кабинете в случае победы, его оргазм и его торжествующий хохот. Это очень легко представить, закрыв глаза, его первые минуты наедине с властью, самой главной властью на планете, в овальном кабинете. Это был бы отличный материал для комедии. Заход Харрис в тот же самый овальный кабинет выглядит чуть пристойнее, но это особой роли не играет. Не вполне до сих пор понятно, зачем Трамп хочет быть президентом. Вероятно, чтобы отомстить всем, прежде всего, своим обидчикам. Но он был очень ожиданным в этих дебатах. Он был желчен, истеричен и очень похож на себя самого. Правда, он прошел, вроде бы, непростой путь судебных процессов. Еще неизвестно, что именно ему нашептало на ушко пули юного лузера. российских и украинских очевидцев этих выборов уже, разумеется, приговорили к симпатиям в отношении Харрис. Она отчетливее и понятнее. Ну, а не забывайте, что Трампа сейчас душат своей любовью и своим низкопоклонством Дугин и хоровой лай всех абсолютно патриотов России. Ну, а вот с натовскими бомбардаменту все еще забавнее. Заявив с жалким видом, что бомбежки американскими европейскими ракетами территории Российской Федерации означают вступление НАТО в войну с Россией, Путин опять сел в лужу. Причем сел смешно и крепко. И лужа эта грязна и глубока. Дело в том, что и ракетами шторм, и атакамсами, и другим западным высокоточным оружием Крым и области Донбасса уже давно и очень продуктивно бомбят. Россия, напомним, считает эти территории своей землей и даже вписала их в свою Конституцию. Таких фактов бомбежкой, бомбежек западным высокоточным оружием чрезвычайно много. 24 июля аэродром Саки в Крыму в мае был таким же образом расхреначен центр связи ФСБ в Семидворье под Алуштой. Такими же ракетами разбарабанили и расположение 126-й бригады грековой охраны Черноморского флота. Джанкой получил 12 атакамсов, которые нафиг снесли расположение 39-го вертолетного полка батареи С-400 и еще большую кучу русского военного железа и орков. Луганск-Бердзянск тоже получили свое. Там отведали западного высокоточного оружия склады российских ракет. То есть атаки высокоточным американским оружием по землям, которые орки уже официально считают своими, начались давно и продолжаются не первый месяц. Поэтому путинские угрозы, конечно, выглядели конично. И он был очень в эту минуту похож на Дефинеса. Более того, неизбежные и в ближайшее время бомбардировки Курска и Белгорода гарантированно не повлекут за собой ответных бомбежек Лондона и Вашингтона. Просто потому, что у русских на это кишка тонка. Причем тонка до неприличия. То есть опять вот эти вот все многозначительные угрозы Путина окажутся простым лаем в пространство. И причем это лай будет не Ротвеллера, а Йоркшира перед кастрацией. Это обделет с Путина еще один слой грима страшности. Сколько их есть, этих слоев, неведомо, но еще парочка точно есть. Вот когда будет снят последний покров, под ними, под этими покровами обнаружится старенький, спятивший пенсионер с картой 17 века и навигатором, изготовленным примерно в то же самое время. И поэтому навигатор, он ищет путь в сегодняшнем мире. Ну вот когда этот последний покров будет сорван, то вероятно мир ахнет, сраженный в самое сердце и изумленный тем, что он так долго боялся глупого карлика. Примечательно, что это, в общем, немыслимо жалкое выступление Путина, не рискнули комментировать ни в Кремле, ни в МИДе. Вероятно, потому, что путинские абсурды с каждым разом все труднее раскрашивать в нечто вменяемое и не вызывающее смеха. Ну вот только дежурно отбрехался, повторив дословно путинскую глупость, один Небензи. Напомню, решение еще до конца не принято. Путина и Кремль жарят на очень медленном огне. Небензи, да, матерый клоун. Он, конечно, добавил ситуации конечности, но очень смешно было и без него. В общем, и без Небензи это выглядит забавно, выглядит так, как будто бы Путин требует топочет ножками и рвет на себе одежды и требует, чтобы его пустили обратно под крылышко НАТО, где он чувствует себя в безопасности. НАТО, напомню, своими запрещениями очень долго работало крышей Российской Федерации, спасая глубинную Россию от серьезных бомбардаментов. Если бы не НАТО, то каюк аэродромом и нефтеперерабатывающим заводом всем пришел бы довольно давно. А тут вдруг НАТО решило в этом покровительстве отказать и, понятное дело, сейчас упырь бесится и опять угрожает всех перекусать. нефтеперератом